Экс-начальнику управления здравоохранения города Феликсу Фарберу предъявили обвинение сразу по двум статьям – халатность и превышение должностных полномочий. По версии обвинения, он не принял мер по реализации вакцины и не дал возможности перераспределить её по другим медучреждениям области. Оскопившийся за несколько лет излишки заставил списать главврачей больницы поликлиник, чем нанёс урон казне более чем на 500 тысяч рублей. Накануне по этому делу прошло последнее судебное заседание, Феликс Фарбер признан невиновным. Вот как объясняет решение суда сам Феликс Фарбер, вакцина должна поставляться с запасом на случай эпидемии, поэтому остатки бывают всегда. Обратное направление вакцины, например, из города Череповец, с третьего уровня холодовой цепи на областной склад города Вологду было невозможным, потому что это запрещено СанПИНом. И ещё бывший начальник управления, ныне главврач Первой городской больницы, пояснил, по закону списать устаревшую вакцину может только руководитель медучреждения, то есть главный врач. По крайней мере, я рад, что справедливость восторжествовала. Я не сомневался в том, что я невиновен. 20 апреля этого года прокуратура области возбудила ещё одно дело по статье «Халатность» и тоже по иммунизации населения. Но на этот раз речь идёт уже о работе Департамента здравоохранения Вологодской области. Сейчас следователи разбираются, когда был закуплен препарат «Инцевир», вызвавший всплеск поствакцинальных реакций. И вовремя ли был доведён до поликлиник запрет на уколы «Инцевиром». На настоящий момент никому не предъявлено. Проводятся пока следственные мероприятия. По результатам расследования уголовного дела, как только будут установлены виновные в лице и предъявлены обвинения, мы доведём эту информацию до средств массовой информации. Не обнародовано пока никаких данных и по другому делу. В конце ноября 2009 года на сайте прокуратуры области появилась информация, что в отношении начальника Департамента здравоохранения Вологодской области Александра Калинько возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 286 Уголовного кодекса. Это превышение должностных полномочий. По данным прокуратуры области, установлено, что начальник Департамента издал приказ, обязывающий руководителей муниципальных учреждений здравоохранения заключить договоры с конкретным юридическим лицом. При этом Александр Калинько, по мнению прокуратуры, превысил свои должностные полномочия. Ознакомиться с результатами этой проверки в прокуратуре области нас пообещали уже в ближайшие дни.